Это видео я хочу посвятить подписчикам канала НашНадзор, чтобы люди увидели и понимали вообще, кто такой Алексей. Я являлся его подписчиком и также спонсором. Я позвонил, Алексей же часто в роликах прикрывается, что он работает журналистом в СМИ Росдержава. Я позвонил в СМИ Росдержава, мне ответил гражданин, я не спросил, как его зовут. Я рассказал ему ситуацию, он ответил, что он в курсе данной ситуации и что на Алексея они повлиять никак не могут, что он ездит так специально, что он нарушает. Я объясняю, я знаю его привычку, я не согласен с ним. Ну вот и все, я и хотел, что это не привычка, это нарушение правил. Такая привычка, то есть он от всех кого-то требует, чтобы правила соблюдали, а сам он не соблюдает, вот в чем дело. Я как подписчик хотел вот это уточнить, мне это не устраивает. Вы услышали, вы мнение услышали, я тоже с ним не согласен. Я услышал, и все, больше мне ничего не надо. Потому что получается я, как пример, его ставлю в кого-то, говорю, вот человек никогда, нигде не нарушает. И тут получается он мне сам говорит, что он нарушает. Я хочу этим видео сказать, чтобы Алексей, во-первых, увидел, возможно, он поймет свое право, ну, что он нарушает, извиниться перед нами подписчиками. Я стал сейчас бывшим подписчиком, я также отказался от спонсорства, потому что зачем я буду спонсировать и быть подписан на такого же хама, получается, нарушителя, таких же, как он показывает видео своих, как бы. Вот, и поэтому я обратился в дорожный контроль, чтобы он осветил. Здравствуйте, меня зовут Сергей, а я с городом Курманск. Хочу рассказать, а, не то, что хочу рассказать, я являюсь, являлся подписчиком канала НашНадзор, и это видео хочу посвятить подписчикам канала НашНадзор, чтобы люди увидели и понимали вообще, кто такой Алексей и что представляет из себя Алексей из НашНадзора. Ситуация в следующем, я являлся подписчиком и также спонсором, был в отпуске, смотрел его выпуски, как бы, ну, я и до этого смотрел выпуски, и в отпуске был я в Евпатории, хотел, проезжал через Анапу, был на машине, смотрел выпуск по стриму, ну, в прямом эфире, и списался с ним, написал, что хочу пожать ему руку, встретиться, ну, поблагодарить за его деятельность, потому что, да, он действительно делает хорошие поступки, как бы, там, борется с правонарушителями, там, есть результат, но, есть одно но, при встрече с ним в Воронеже, я когда созвонился, встретился, договорился с ним пожать ему руку за его хорошую деятельность, повторяю еще раз, при встрече с ним в Воронеже, мы общались, разговаривались, есть фотография, ну, где я с ним сфотографировался, она будет приложена, во время разговора выяснилось, я ехал, когда по дороге, ну, две полосы в одну сторону, две полосы в другую, и, ну, это как, типа, шоссе, автобан, и на табло были надписи, что при свободной правой полосе не занимайте левую полосу, вот, вот, и во время разговора, я поднял вот этот вопрос с ним, говорю, Алексей, вот, представляете, еду по дороге, какой-то встанет в левом, в ряду, и не обогнать, ни туда, ни сюда, приходится маневры делать, и что выясняется, во время разговора, Алексей мне говорит, что, а ты знаешь, Сергей, я, говорит, принципиально так езжу, не пускаю никого, не, ну, встаюсь, еду в правом ряду, и не пропускаю никого, тем самым объясняет мне, что он пресекает правонарушения других водителей, я удивился, думаю, как так, это же нарушение, ну, спорить с ними стал, все, пожал руку ему, поблагодарил его, поехал, и, думаю, убежусь, сначала посмотрю, смотрю правила, в правилах пункт 9.4 сказано, что нельзя ездить по свободной левой, по левой полосе при свободной правой, то есть, надо, обогнал, сразу же перестанет, нельзя занимать, за это предусмотрен штраф полторы тысячи рублей, я сделал выписку, ну, как бы, скриншот, отправил Алексею, там еще предложил видео по WhatsApp, мы с ним общались, чтобы он посмотрел, убедить его, что действительно он нарушает правила, что он общественник, он подает пример, говорит везде видео, что он никогда не нарушает, что он, у него не было никогда штрафа, я действительно поверил, что действительно человек никогда не нарушает, правда, такие бывают, и, думаю, из благих целей ему, ну, предупредить его, чтобы он не нарушал, так не делал, на что Алексей мне дал пояснение, оно также будет приложено к скриншотах, чтобы вы почитали, что он принципиально нарушает, тем самым он блокирует нарушение других, как бы не дает, я ему выписал в правилах, все написано, что вот его нае действие подходит под статью, за которую предусмотрен штраф полторы тысячи рублей, на что Алексей меня блокирует в стримах, я не могу ему задать ни одного вопроса, теперь в стримах я ему задавал вопрос, говорю, Алексей, ты продолжаешь ли так нарушать, он меня заблокировал, я не могу, и я увидел видео, тоже в роликах, в ютубе, канал такой, дорожный контроль, там, Вадим Серов, и как раз было видео по Алексею, как его разоблачают, что он тоже нарушитель, я решил написать Вадиму, ну, с просьбой, ну, с этой ситуацией рассказать эту ситуацию, чтобы он помог осветить, чтобы, может быть, какие-то подписчики думают, что он действительно, ну, не нарушает, что он такой святой человек, но оказывается, что он нарушает, а, еще, что я хотел сказать, когда меня возмутило, я позвонил, Алексей же часто в роликах прикрывается, что он работает журналистом в СМИ Росдержава, я позвонил в СМИ Росдержава, он мне ответил, гражданин, я не спросил, как его зовут, а он нам, ну, я рассказал ему ситуацию, он ответил, что он в курсе данной ситуации, и что на Алексея повлиять никак не могут, что он ездит так специально, что он нарушает, и, как бы, если от них никаких, посоветовали меня обратиться в ГАИ за заявлением. Слушаю. Алло, здравствуйте. Слушаю. СМИ Росдержава, или что? Говорите, что вы хотите. Я хотел уточнить по поводу Алексея Шамардина, у него есть непосредственный руководитель, кто-нибудь еще, кто отвечает за него? За него только родители могут отвечать. Ну, то есть, он у вас работает, и у него начальника нету, правильно? Вы знаете, какая общественная организация? Ну, как бы, знаю. Просто он ссылается, что он работает в СМИ? Ну, правильно. Он подчиняется только закону. Ну, то есть, СМИ-то он работает же у вас, или не работает? Еще раз объясняю, он подчиняется только закону. Понятно. О средствах массовой информации, да. То есть, конкретно в СМИ он здесь работает, начальника конкретного у него нету, чтобы решить один вопрос. По его нему... Вы понимаете, мы живем в государстве. В государстве, в государстве все подчиняются только закону. Я понимаю. Так вот, я и хочу... О неволе какого-то там начальника. По поводу вот этого и поговорить, хотел уточнить у него. Просто вот он нарушает правила, как бы, сам он мне... Нарушает, напишите на него заявление, пускай его посадят. Так нет, я просто, он ссылается, хотел уточнить. То есть, тут, получается, нечего уточнять, правильно я понял? Нет, ну, я же объясняю. Что вы хотите уточнить? Журналист, он журналист. Подчиняется закону. А вы хотите, чтобы кто-то вмешался в журналистскую деятельность? Нет. Руководство не имеет... Журналистская деятельность, понимаете, это уголовно наказуемая. Это кто-то вмешался в журналистской деятельности. В каком бы виде оно ни выйдет. Послушайте, послушайте. Вы сейчас хотите сказать, чтобы сейчас руководитель позвонил ему. Нет. И сказал, ты вот что-то неправильно делаешь. На что Алексей спокойно пишет заявление в Следственный комитет. И руководители имеют право по закону привлечь к уголовной ответственности. Потому что человек делает репортаж. Если он что-то нарушил, он будет отвечать перед законом. Нет, я вот просто позвонил, уточни. И все. Что вы мне сразу рассказываете? Я объясняю. У нас глупость получается о чем? Люди закон не знают. Ну, а что толку звонить-то? Ну, и вы звоните на полицейского звоните. Если полицейский в соответствии с законом, уровень действует, ну, как ты мне его будешь жаловаться? Зачем? Я не жаловаться хотел вообще. Я хотел поговорить, уточнить. Просто человек... Я как бы его подписчиком являюсь. Вот, понимаете? Я встретился с ним в Воронеже. Во время разговора выяснилось. Вот я ехал с отпуска и решил пожать человеку руку. Думал, что он борется, все правильно делает. Понимаете? Нет, подписчики плюс спонсоры. Я его спонсирую там периодически чуть-чуть, раз в месяц. Во время разговора я с ним разговариваю, говорю, вот как вы относитесь к людям, которые... Я не так говорю, я ехал тут, написано же, что уступите левый ряд при свободном праве, правом. Вот мне Алексей начал рассказывать, что он принципиально ездит по левому ряду, как бы не уступает никому. Я такой удивился, думаю, ладно, загляну в правила. Заглянул в правила. Я знаю, я знаю его вот эту привычку, я тоже с ним не согласен. Вот, я и хотел уточнить просто, если там нету, так нету, я буду по-другому. Я объясняю, я знаю его вот эту привычку, я не согласен с ним. Ну вот и все, я и хотел, это не привычка, это нарушение правил, как бы, какая привычка. То есть он от всех кого-то требует на это, чтобы правила соблюдали, а сам он не соблюдает, вот в чем дело. Я как бы, вот, как подписчик хотел вот это уточнить, мне это не устраивает. Вы услышали, вы меня не услышали, я тоже с ним не согласен отвечать. Я услышал, и все, больше мне ничего не надо, вот, до свидания. Вот, ну ничего, поправиться, когда столкнется сам с ситуацией. В смысле поправиться, я буду, ну, вот этот вопрос под меня ставлю просто так. Потому что, получается, я, как пример, его ставлю в кого-то, говорю, вот человек никогда, нигде не нарушает. И тут, получается, он мне сам говорит, что он нарушает, как бы, и не считает это, как за нарушение. Прикрывается, ссылается на ваше, что вот я работаю, мне СМИ, ой, СМИ, ваше... Вообще, это не имеет отношения, вот, поверьте мне, уходьте президент, уходьте президент, уходьте президент будет. Что президент? Ну, я говорю, хоть он президент будет, какая разница, при чем же, где он работает? Нет, он ссылается на вас, то, что мне пишет, не сценарий, а, как бы, это, задание, получается. Вы даете задание, и он идет, как бы, разбирается. Вот я и решил уточнить, может быть, в курсе кто-то, не в курсе, ну, его поведение. Я понял, что здесь тоже все в курсе, как бы, и спустя... То есть, он, получается, обманывает в роликах, говорит, что он не нарушает принципиально, а нарушает. А почему тогда вы публикуете, и, как бы, никто ничего не говорит об этом? Ну, дело в том, что об этом только я знаю, может быть, никто не обращал внимания. Ну, сейчас уже и я знаю об этом. Ну, я с ним ездил, да, я тоже ему задал этот вопрос. Вот, дело в том, что теперь не только вы знаете, и я знаю. И мне не нравится, что я являюсь его подписчиком, и плачу деньги на его деятельность, чтобы он такой хороший человек, что он, как его, борется с нарушительно, татуар, добивается цели. И тут, получается, я плачу такому же хаму, и являюсь подписчиком, такого же хама, как и он борется с другими, такими же героями. Он такой же герой, как и в своих роликах показывает. Правильно же, получается? А вы, так как вы в курсе, поговорили, на него не повлияли. Вы тоже знаете и молчите, получается. А я, как нормальный человек, подписался на него, думая, что он действительно такой честный и справедливый. А получается, все не так? Правильно же? Нет, вот эта ситуация не нравится. Вот он считает, что он прав. Ну, значит, надо его убедить совместно. Значит, вы, как, получается, Росдержава... Ну, кто? Вы же организации. Ну, мы никого ни в чем не убеждаем. У нас вход свободный. Вот вход и выход свободны. Ну, значит, не надо... Пусть тогда в роликах своих не говорит, что он принципиально не нарушает. Значит, он обманывает меня в том числе. Ну, пишите... Вот напишите по данному поводу. Я в комментариях писал, он не отвечает. Да не надо в комментариях. Так вы в ГИБДД напишите, и все. А что я в ГИБДД напишу? Что он со слов нарушает? Да зачем? Он же даже отрицать этого не будет. И посмотрим, что ГИБДД по данному поводу скажет. Но мы же не будем писать на него. Нам зачем это надо? Ну как? Потому что он заведомо ложную информацию там говорит, что принципиально не нарушает. Никогда не нарушал. Ну, я подписался на него, смотря на это. Я говорю, вы напишите, пожалуйста, ГИБДД напишите, держите нас в купе. Вам, я так понимаю, что безразлично, что у вас сотрудники обманывают, правильно? Людей честных и добрых. Которые, смотря на него, пытаются быть как пример он. Понимаете, нет? О чем я говорю? Вот у меня друзья, я говорю, вот есть человек, который не нарушает. Они так же подписались на это. А тут получается, что я и друзей в заблуждение вел. Мне некрасиво, как так получается. Дело в том, что вот в этой ситуации, подождите, подождите, мы же с вами не ГИБДД. Вот я с ним разговаривал, я знаю это. Я говорю, он говорит, я действую по правилам, я прав. Вы считаете, что он нарушает. Вы сейчас его обвиняете. Но мы же не можем с вами углословно обвинять человека? Это есть в правилах. Я ему прислал, смотрите, я кначале, ну, подружно, как бы... Вот напишите в ГИБДД, напишите в ГИБДД. Я считаю, что есть даже сюжет, получается, у вас есть на сайте, я посмотрел, как их называется, ваши, кто с вами сотрудничает, СМИ какие, там было РЕН-ТВ, да? Я ему нашел в интернете, в WhatsApp-е отправил ролик РЕН-ТВ, где говорится об этом. Нашел в интернете автоиздание, автор, ну, автору или как-то, я не помню. Выпис, скопировал, и где конкретно и вон и случай описан. Отправил ему. Он не реагирует никак. Он просто даже в стриме я ему написал, говорю, Алексей, почему вы не отвечаете? Он мне начал там какие-то вещи непонятные говорить, что я там что-то заставляю его, не заставляю. То есть, либо надо как-то говорить... Ну, в общем, смотрите, смотрите, давайте, давайте сделаем. Мы вмешиваться не имеем права, это закон такой, как в адвокатской деятельности, не имеют права вмешиваться там палата в деятельность адвоката. Понимаете, это наказуемо. Все, я понял. Если вы считаете, что он что-то, послушайте, если он что-то нарушает, то, пожалуйста, напишите в ГИБДД, я же вам уже сказал. Мы будем рады, если вы пришлете нам ответ. Конечно, тогда мы с ним аргументированно сможем побеседовать. Ну, вот так вот даже, да? Ну, хорошо, ладненько. Держите в курсе. Напишите, да не стесняйтесь вы. Я не стесняюсь, я только сейчас, ну, вот я только недавно приехал. Прошло три дня, когда я приехал. Поэтому я вот это узнал. Откуда вы приехали? Ну, откуда вы приехали? Ну, я ехал, был, отдыхал в Евпаторе. Проезжая через Евпаторе, я с ним договорился, что я пожму ему руку, поблагодарю за деятельность. И встретился с ним в Воронеже, возле магазина, где он живет. Понимаете? Нет? У меня есть фотография. Все, сфотографировался с ним. Ну, вот в беседе случайно это выстрелило. И все. И мне вот это не понравилось, что человек борется принципиально с нарушителя, а сам является нарушителем. От какого города вы с вами? Я с Мурманска. Я с Мурманска. Угу. То есть... Понятно. Буду тогда решать вопрос дальше, если у вас тут помочи нет ничем. Да, да. Да, порой, мы ничего не можем. Я вам подсказываю. Да я уже понял. Напишите, пожалуйста. Я ответ... ГИБДД. Напишите от ГИБДД, да и все. Напишу, хорошо. Все, я понял. Ваши документы... Вы зафиксировали факт данного нарушения. Какие проблемы? Да я понял. Я вас понял. Все, что... Все. От вас информацию, которую мне, допустим, нужно для дальнейшего, я вот уже получил. Все, тогда спасибо за внимание. До свидания. Вот, я увидел ролики Вадима, написал ему, попросил, чтобы Вадим осветил данную ситуацию. Может быть, какие-то подписчики до сих пор верят Алексею слепо, что он такой святой и не нарушает. Но я вот действительно знаю, что он нарушает. И причем это нарушение такое злостное. Я ему послал видеонаблюдение, видеофакты того, как вот канал РЕН-ТВ раскрывает таких людей и показывает, что нельзя так делать, потому что поток нарушается движение. Ну, это штраф. Полторы тысячи, то же самое. Штраф предусмотрен, как за езду по обочине, как бы. Вот. То есть, я хочу этим видео сказать, чтобы Алексей, во-первых, увидел. Возможно, он поймет свое право, ну, что он нарушает. Извиниться перед нами подписчиками. Я стал сейчас бывшим подписчиком. Я также отказался от спонсорства, потому что зачем я буду спонсировать и быть подписан на такого же хама, получается, нарушителя, таких же, как он показывает видео своих, как бы. Вот. И поэтому я обратился в дорожный контроль, чтобы он осветил, потому что, ну, я как бы не глюбер особо. И поэтому, чтобы все знали, может, кто-то еще подумает и сделает выводы, так скажем так. А Алексей, возможно, может извиниться за свое поведение и пообещает нам, что больше так делать не будет. Все. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok